Всем привет! Программа «Мобильно» вновь с вами. Надеемся, вы хорошо отдохнули летом, вернее, в те несколько дней последних двух недель, что у нас в Приморье называются летом. Если не успели, то поспешите это сделать. А пока интересные моменты из жизни города в нашей программе. Сейчас не рассвет, но начнем с видео пожелания доброго утра жителям Уссурийска. Без цензуры тут не обошлось. Милый такой попугайчик, разговорчивый, вежливый, наверное. Уссурийска, доброе утро. Уссурийска, с***. Уссурийска. Во как, матершинник оказывается. Каких только покупателей не видят продавцы Уссурийска. В одном из обувных магазинов им ничего не оставалось сделать, как снять посетителя на камеру. Посмотрите, к нам пришел в гости. Вообще беспардонные у нас тут человеки ходят. Что вам предложить, голубок-то? Комфортники, может, померяйте. Интересно, что именно выбрал голубь? Сланцы или лабутены? Не все так весело было в эти солнечные недели. К примеру, в городе произошли серьезные аварии. О некоторых мы вам расскажем. Водитель автомобиля Тойота Марк 2 торопился побыстрее спрятаться от полицейских. Но маневры за рулем настоящей машины – это вам не игровая приставка. Марк занесло, и он въехал в ни в чем не повинное такси. Еще одна серьезная авария произошла в июле. С дороги улетели два автомобиля. Есть пострадавшие. Автор видео снял место ДТП и повреждения машин. Восстановлению, скорее всего, они не подлежат, но железо не имеет такой цены, как человеческая жизнь. Будьте внимательны на дорогах. Увеличить штраф за то, что не пропустил пешехода на переходе, хотят в России. Возможно, уже скоро автомобилистам придется платить 5000 рублей за это нарушение. Такое ужесточение объясняют тем, что 50% наездов на пешеходов происходят на зебрах. Уссуриск не исключение. Вот и еще один водитель едва не отправил девушку в больницу. Квартирное хулиганство попало в кадр мобильного телефона нашего зрителя. Будущий Малевич тренируется на обоях в квартире. Как только его засекают, он убегает, а потом вновь возвращается. Так, кто там что делает? Хорошо, когда папа джентльмен, но плохо, когда он совершает неджентльменские поступки. Одного из таких пап сняла камера наблюдения школы искусств. Видно, как папа срывает цветы для своей дочки. Только этот поступок не совсем нравится сотрудникам школы. Цветы садили они собственными руками для украшения клумбы. В Владивостоке бесплатно раздавали котов в хорошие руки. Такую социальную акцию провели краевые зоозащитники. Всех этих котов, кошек и котят подобрали на улице, отмыли, накормили и стали искать им хозяев. Субтитры подогнал «Симон»! Следующая программа «Мобильно» выйдет 19 августа. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!